Факт регистрации все большего количества зависимых от спайса молодых людей за последнее время стал поводом к непременному действию как представителей правоохранительных органов, так и врачей, специалистов данной области. Увлечение веществом, относительно недавно распространившимся на просторах Синекой, серьезно затронуло даже тех людей, в чьих семьях этой проблемы нет. Ведь все понимают, главная опасность, которую представляют собой наркотики – скорый смертельный исход. Насколько я знаю от сведений милиции, все больше и больше попадают в поле зрения милиции именно потребители спайса. То есть как бы опиоидные наркоманы – это уже магикане, они уже уходят, кто умер от СПИДа, от ВИЧ, от гепатитов, кто от передоза, кто от тоже самопального наркотика. А молодежь уже потихоньку и начали бороться очень жестко. Плюс появились метадоновые программы заместительной терапии. То есть ты можешь перейти с опиоидных наркотиков на метадон. А метадон – это прием внутрь, не через вену. Не надо искать наркотик. Реакции, которые вызывает вещество спайс, самые разные. Но все они для адекватных людей, наблюдающих со стороны на зависимого, зрелища не для слабонервных. Состояние эйфории, которое ощущает сам подросток, принявший дозу ядовитого зелья, сопровождается истерикой и беспричинным хохотом, расстройством координации движений и абсолютной утратой контроля над своим поведением. Как бы там ни было, амбициозные подростки, считающие себя взрослыми, для принятия серьезных решений, сталкиваясь с проблемой наркомании, даже не подозревают о том, из чего сделано опасное вещество и каким последствиям его употребление может привести. Как сложно работать вот с этими смесями. И производят их в основном в Китае. Вот тоже интересно. Китай за это дело расстреливают, за производство наркотиков, просто-напросто. А почему-то считают, что возможно производить и другие страны это распространять. Тоже какая-то непонятная политика. А последствия, да они непредсказуемые. Это может быть сразу вызвать смерть от отека мозга или от инсульта за счет расширения кровеносных сосудов мозга. Или же проблемы возникнут с сердечно-сосудистой деятельностью, нарушение ритма сердца, мерцательная аритмия и смерть от этого. Новый наркотик, ставший особенно популярным в последнее время среди подростков, в первую очередь привлекает их по причине разнообразия способов его употребления, а также из-за доступности его в своих кругах. Груз осознавает тот факт, что сами дилеры, распространяющие среди молодых людей дурманящие зелья, надо сказать, не дешевые, прекрасно знают, чем чревато необдуманное решение увлечься наркотиками для подростка. Здесь не надо ни шприц, не надо ни раствор. Это все принимается или же при помощи курения, или в виде марочек пропитывается специальная бумага пористая вот этим веществом, за щеку, под язык и сосуд, или нюхательные тоже. Вот эти спайсы в трех видах – курительные, нюхательные и вот в виде этих марочек. Ведь, по сути дела, купив реагент, опять же неизвестно, что за реагент, купив какого-то там лекарственной травы в аптеке, при путем несложных манипуляций пропитать это сено, эту траву, вот этим реагентом, высушить, распаковать в пакеты, полиэтиленовые маленькие, и все. Вот весь бизнес, навар там в 4, в 5, в 6 раз на каждом пакете. Стоп-спайс, говорят и правоохранители, и врачи, которые предпринимают всевозможные профилактические меры для того, чтобы каждый подросток, у которого возникло хотя бы малейшее желание попробовать наркотик, задумался, стоит ли подвергать риску свою жизнь. Нет таких причин, которые бы побуждали человека совершать необдуманные действия. Ведь нас называют гомо-сапиенс, что значит человек разумный. Так давайте и будем таковыми. Нужно просто понять, что наркотики, как азартная игра. Человек надеется на крупный выигрыш, а проигрывает целое состояние.